Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 сентября. Житие святого Вячеслава, князя Чешского. Святой Вячеслав происходил из княжеского рода, правившего в Чехии, и приходился внуком святой мученицы Людмиле. Его родители, Вратислав князь Чешский, и жена его Драгомира, имели кроме него еще двух сыновей, Болеслава и Спытый Гнева, и несколько дочерей. Среди всех он выдавался своими дарованиями и добротой. Когда святой Вячеслав стал подрастать, отец его по обычаю того времени просил епископа и Иереев со всем притчатым церковным призвать на него благословение Божие. Епископ, отслужив литургию в церкви Пресвятой Богородицы, и поставив затем отрока на ступени храма, благословил его такими словами. «Господи Божий Иисусе Христе, благослови сие отрача, якоже благословил еси праведных Твоих Авраама, Исаака и Якова, и венчай его, как венчал Ты правоверных царей, равноапостольных Константина и Елену». С этого-то особенно времени Божией благодати отрока стал расти и преуспевать. Бабка его, святая Людмила, поручила одному священнику, своему духовнику, учить его славянской грамоте, которой святой очень скоро овладел вполне. Видя его успехи, отец отправил ее в город Будеч, учиться латинскому языку и другим наукам. Во всем этом он преуспевал к удивлению учителей. По воле Божьей случилось, что князь Вратислав скоро умер в 1920 году, и святой Вячеслав, юный еще возрастом, вступил на родительский престол. Здесь, в стане правителя, выказал он в особенности свои дарования. Вместе со своей матерью он старался об улучшении управления страны, Заботился о своем семействе, выдал замуж сестер своих в соседнее княжество, Наблюдал за воспитанием младших братьев, не упуская случаев самому расширить свои познания. Так что скоро он изучил вполне не только славянскую и латинскую, но и греческую грамоту, Превосходя в этом отношении всякого священника или даже епископа. Бог благословлял его деятельность, одаря его премудростью. Он же усердно старался угодить Богу, заботился об убогих, кормил их, Принимал странных, по слову евангельскому, Ибо я жаждал, вы напоили, алкал, вы накормили, Был странником, и вы ввели меня в дом, Почитал духовенство, строил и украшал церкви, Ко всем относился с любовью, как к богатым, так и к бедным, И во всю недолговременную жизнь свою помышлял только о благом. Но дьявол, исконный враг рода человеческого, И теперь всячески старался посеять смуты. Некоторые зломысленные вельможи захотели воспользоваться молодостью святого, Так как по смерти отца своего он остался всего 18 лет. И вот сначала они стали восстановлять князя Вячеслава против его матери, Говоря, что она убила его бабку, святую Людмилу, И злоумышляет против него. Но Вячеслав сперва поверил этим словам, И отправил свою мать в город Будыч, Но скоро вспомнил слова апостола Павла, Что чти отца твоего и матерь, Это есть первая заповедь с обетованием. Вернул мать обратно в свой дом, И с горькими слезами каялся, говоря, Господи Боже мой, Не вмини мне этого в грех, И повторял слова псалмопелца, Грех юности моей и неведем моего не помяни. С этих пор он всячески почитал свою мать, Так что она радовалась его благочестии и доброте. Он питал у вечных, заботился о вдовах и сиротах, Выкупал пленных, всем делал добро. И всюду прославлялось имя доброго и праведного князя Вячеслава. Занамеренные вельможи, увидав, что их замыслы не удались Вследствие разума и благонравия святого, Стали возмущать против него брата его, Болеслава, Который как младший должен был подчиняться Вячеславу. Они внушили Болеславу, будто князь Вячеслав Со своими советниками и с матерью Умышляют извести его И советовали ему для спасения своей жизни Убить святого князя и самому занять княжеский престол. Эти злобные советы соблазнителей Смутили ум Болеслава И он стал помышлять о смерти своего брата Подобно тому, как почти сто лет спустя Святополк Окаянный в 1015 году Желая быть единобластным на Руси Русской земле Задумал избить братьев Желая исполнить свое преступное намерение Болеслав пригласил брата к себе На освящение церкви Которое должно было произойти в воскресный день С коим совпало тогда и празднование памяти святых Косме и Дамьяна Святой Вячеслав, приехав и отслушав святую литургию Хотел возвратиться обратно в Прагу Но Болеслав стал удерживать его Упрашивая не обидеть его отказом Об угощении, которое он приготовил Святой согласился остаться Хотя, когда он вышел во двор Болеславов Слуги предупреждали его о замыслах брата Святой не поверил этому, возлагая всю свою надежду на Бога Весь тот день они в радости провели вместе А между тем ночью Злодеи собрались во дворе одного из заговорщиков По имени Гневысы И вместе с Болеславом обдумывали Как бы ему бить святого Вячеслава И решили напасть на него Как только он встанет и пойдет к утренне Так как знали, что по благочестию своему Святой не пропустит службы И их предположения сбылись Лишь только раздался благовест к утренне Вячеслав в тот час встал со словами Слава тебе, Господи Боже мой И оказалось и свет, и мне дожить и до сего утра Затем он оделся и, умывшись, пошел в церковь В воротах дома его догнал Болеслав Святой обернувшись сказал Здравствуй, брат Вчера хорошо? Но не успел он докончить свои речи Как Болеслав по научению дьявола Выхватил свой меч из ножен И ударил им брата по голове со словами Сегодня хочу тебя еще лучше угостить Вячеслав отспехал Брат, что ты задумал? И схватил его, и повалил на землю, спросил Брат мой, какое зло я сделал тебе Но тут подбежал один из заговорщиков И поразил святого в руку Тогда он, оставив Болеслава, побежал к церкви Заговорщики бросились за ним И двое из них, чиста и тира Зарубили его в самых дверях церковных А третий, гневыса Пронзил его еще мечом в ребра Блаженный спустил дух со словами Господи, в руки твои предаю дух мой По убиении князя злодеи стали избивать его дружину Грабить и изгонять всех тех Кого святой Вячеслав приютил в своем доме Заговорщик тира Стал советовать Болеславу напасть и на мать Чтобы сразу избавиться и от брата, и от матери Но тот ответил, что это еще успеется Так как ей некуда скрыться Тело же святого Вячеслава заговорщики изрубили И бросили без погребения Только какой-то священник прикрыл его покрывалом В то время мать святого, услышав о его убиении Бросилась искать его И увидев изрубленные его останки Залилась горькими слезами Она собрала все части его тела И не смея отнести их к себе Тут же на дворе священника этой церкви Омыла, одела И тогда его внесли в церковь и положили там Отдавший этот последний долг Своему мученически погибшему сыну Мать святого Вячеслава, спасаясь от смерти Укрылась в стране Хороватов Славянское племя, живущее по берегу Адриатического моря Так что когда Болеслав вздумал их к ней послать убийц То они ее уже не могли найти Останки блаженного князя Несколько времени еще находились в церкви Ожидая погребения Пока наконец позволили позвать священника Чтобы совершить отпевание святого мученика И похоронить его А кровь его, пролитую в дверях церковных Как ни старались, никак не могли отмыть По истечении же трех дней Она сама исчезла чудесным образом Убийство произошло в 935 году Вскоре братоубийца Болеслав Сознал свой тяжкий грех И горько плакал, раскаиваясь и говоря Я согрешил, и грех мой и беззаконимый я знаю Боже, помоги мне грешному Он послал священников и своих приближенных Перенести мощность святого Вячеслава В стольный град Прагу Их честью положили по правую сторону алтаря В церкви святого Вита Которую создал сам святой Богу нашему слава Во веки веков Аминь Просим, приходите Подписывайтесь Будете регулярно получать С нашего канала КОНЕЦ